А за что любить этот город, скривится скептик и обязательно вернет что-нибудь дежурно-негативное про экологию? Ответим дипломатично, но корректно. Когда небо над комбинатом и городом было красным от мартенов, а снег черным от копоти, Магнитку любили не меньше, а может больше, чем сейчас, когда есть десятки поводов для настоящей гордости. С днем рождения, Магнитогорск. Это итоговая информационно-аналитическая программа телекомпании ТВИН. Время местное событие недели. Здравствуйте, я Игорь Гурьянов. Мы анализируем только то, что случилось на самом деле, что стало по-настоящему ярким событием, и то, что действительно волнует, радует, беспокоит большинство магнитогорцев. Смотрите в выпуске. Новые вызовы требуют нестандартных решений. На заседании областного союза промышленников и предпринимателей под председательством Виктора Рашникова обсуждали непростую ситуацию на рынке металлов. Тарифы на ЖКХ снова вырастут. Чем вызвано очередное повышение и насколько сильно оно ударит по кошелькам горожан, отвечали в городской администрации. Как заработать на мечту в Магнитогорске? Полным входом идет кампания по летнему трудоустройству подростков. Чем заняться и о каких суммах разговор? Был особый свет. Автор нашумевшего романа «Лавр» Евгений Водолазкин поделился впечатлениями от постановки в драме и от Магнитогорска в целом. Все это мотокросс, состоявшийся в Магнитогорске, первый этап первенства и чемпионата России по суперкроссу объединил около 80 мотогонщиков из разных уголков страны. И сейчас об этих и других событиях более подробно. Как сохранить нормальную работу южноуральских предприятий и не допустить сокращения сотрудников? Какие меры необходимо срочно принять на региональном и федеральном уровнях? Эти вопросы обсуждали представители крупного бизнеса, областная власть и депутаты. В Челябинске под председательством Виктора Рашникова состоялось заседание областного союза промышленников и предпринимателей. Серьезные санкции внесли огромные коррективы в работу всего российского бизнеса и Челябинская область не стала исключением. Так, сегодня полностью прекращены импортные поставки, а это сильно бьет по карману особенно крупного бизнеса, в частности Магнитогорского медкомбината. Несмотря на то, что объемы реализации продукции за границу резко упали, предприятия продолжают платить акции за насталь, что само по себе несправедливо считает председатель Совета директоров по ОММК Виктор Рашников. Ну были, мы же, говорю, тот год зарабатывали, ну сейчас, я просто вот уже откровенно говорю, когда у нас была рентабельность там и 20, и 25 процентов, но в мае месяце, в мае месяце рентабельность была 4, в июне, если мы сделаем плюс, это будет хорошо. С просьбой отменить акцизы на сталь в этот нелегкий для металлургов период промышленники не раз обращались к чиновникам разных уровней. Сегодня Виктор Рашников спросил у депутата Госдумы Валерия Гартунга, как продвигается решение этого вопроса. Сегодня услышали консолидированную позицию и губернатора Челябинской области, и бизнес-сообщества по поводу отменов акцизов на жидкую сталь и отмены повышения НДПИ на руды. Уже депутатами Государственной думы, представляющими Челябинскую область, уже внесены поправки. Я вот сейчас жду информацию, когда комитет по бюджетным налогам будет их рассматривать во втором чтении. Сегодня очень важно убедить правительство поддержать эти поправки, подчеркнул Гартунг. Что касается различных инвестиционных программ, по словам Виктора Рашникова, они пока продолжаются на ММК. Пока идем здесь нормально, нам нужно, конечно, зарабатывать те денежки. А для этого надо рентабельно, чтобы у нас было минимум 15%. То есть нам надо вот просто ежемесячно это 7-8 миллиардов зарабатывать, чтобы иметь продолжать инвестиционную программу. Несмотря на все сложности, Виктор Рашников отметил, что сегодня в области работают меры поддержки предпринимателей, как региональные, так и федеральные. Получается выстроить диалог с властью. Я очень благодарен Виктору Филипповичу, что мы можем на площадке СПП обсуждать все эти вопросы. С одной стороны, много делается, но и при этом необходимы решения по защите нашего бизнеса. В основном сейчас это такие большие макроэкономические вопросы, но тем не менее они настолько влияют на нашу жизнь, что их обсуждать и решать надо. Сегодня необходимо разрабатывать дальнейшие меры поддержки, уверен губернатор, чтобы предприятия региона работали стабильно, а южноуральцы вовремя получали зарплату и не потеряли работу. Юлия Черешнева, Алексей Вичинкин, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. Тем временем в тресте теплофикация. Полным ходом продолжаются ремонтные работы. Специалисты готовят сети к новому отопительному сезону. Что показали результаты опрессовки и сколько ремонтов на сетях было сделано, выяснял наш корреспондент. Теплофикаторы трудятся оперативно. На один объект уходит максимум два дня, как здесь, на участке недалеко от администрации. С утра вскрыли колодцы, слили воду с трассы и приступили к ремонту. Старые задвижки не выполняли свои функции, не держали поток воды. Вырезаем старые задвижки диаметром 600 на стволе диаметром 700. И меняем задвижки на ввод, на более современные задвижки. Теплофикаторам необходимо в кратчайшие сроки подготовить сети к будущему отопительному сезону. Поэтому, как только отключили отопление, приступили к ремонтным работам. На данный момент уже проведены испытания сетей Ленинского района, части Аджинькидзевского и Правобережного районов. Опрессовка позволяет выявить поврежденные участки тепловых сетей и впоследствии их ликвидировать. Так в каждом районе специалисты обнаруживают в среднем 15-20 неисправностей. Сейчас производим замену арматуры, которую необходимо заменить к началу отопительного сезона. Провели реконструкцию камер на перекрестке Грязнова и Советская. Полностью заменили арматуру. Ну и вот сейчас меняем здесь арматуру на теплотрассе диаметром 700. В пятницу после завершения ремонтных работ горячая вода поступит в квартиры жителей Правобережного района от Советской армии до Гагарина. Всего же по городу опрессованно и отремонтировано уже 70% всех сетей. В разгаре и другие работы. Производим ремонт теплотрассы по улице Труда. Тоже большой диаметр, там 800-ка у нас труба. Проводятся работы по ремонту бойлерных. Практически все бойлерные опрессованы, подготовлены к отопительному сезону. Всего в 314 котельных. Часть из них уже закончены работы и подготовлены, работают на горячее водоснабжение. Остальные в процессе. К началу августа теплофикаторы планируют закончить все работы и передать в администрацию города паспорт готовности предприятия. Юлия Черешнева, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. И в продолжение темы хлопотного городского хозяйства. С 1 июля в Магнитогорске начали действовать новые тарифы на коммунальные услуги. О том, насколько сильно вырастут цены на ЖКХ, представители ресурсоснабжающих организаций подробно рассказали на пресс-конференции, которая прошла в администрации города. Уже традиционно 1 июля для большинства горожан означает не только начало самого летнего месяца, но и рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Их пересмотр необходим из-за повышения цен на строительные материалы, обслуживание оборудования, а также из-за увеличения ставок оплаты труда для работников ЖКХ. Но, как выяснилось на этот раз, цены вырастут далеко не на все ресурсы. Тарифы на газ 1 июля 2022 года остаются без изменений. Тариф на услуги обращения с твердокоммунальными отходами снижен на 16%. Но вопрос по его утверждению еще рассматривается в Министерстве тарифного регулирования и энергетики. А вот тепловодоснабжению Магнитогорска изменения тарифов извежать не удалось. Плата за водоснабжение вырастет на 3,5%, заводы отведения на 4,2%. Весь город, наверное, знает, что водоканал сейчас ведет большую реконструкцию очистных сооружений. Это очень емкое мероприятие. Поэтому Министерство тарифного регулирования нам немножко повыше дал тариф на водоотведение. Но самые заметные изменения произойдут в оплате отопления и горячей воды, где тарифы вырастут на 5,1% и 4,7% соответственно. И это при том, что в регионе установлен предельный индекс роста цен на коммунальные услуги в размере 3,4%. Однако, как выяснилось, подсчет данной ситуации ведется совсем по другим критериям. В прошлом году вообще не поднимался, он остался тариф 2020 года. Соответственно, у нас за два года рост не превысил даже 2,5%. Такой рост цен, уверяют в тресте теплофикация, мера вынужденная. Причина-то одна. Если взять структуру тарифа на теплоснабжение, 80% это у нас теплокомбината, это газ и электроэнергия, это 80% всего платежа. Ну, скажем, 1800 рублей теплофикация отдает поставщикам энергоресурсов. 15% это зарплата и налоги, и 5% это наши материалы и прочее, прочее. Также на 3,2% повысятся тарифы на электричество. Однако, несмотря на такие скачки цен, общий коммунальный платеж, уверили представители ресурсоснабжающих организации, больше установленного по региону предела в 3,4% не вырастет. Татьяна Артеменко, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН. Официальные хроники в событиях. На твердую четверку по пятибальной шкале оценил работу своего предприятия руководитель производственного департамента магнитогорского кластера Центра коммунального сервиса Аркадий Агапов. Эта оценка прозвучала по итогам доклада, который заслушали депутаты городского собрания на очередном пленарном заседании. Об актуальности тематики говорит шквал вопросов от народных избранников, который последовал сразу после доклада. Каждый месяц мы, горожане, производим более 9 тысяч тонн мусора. Для простого человека общение с отходами заканчивается на контейнерной площадке. Здесь же начинается зона ответственности ЦКС. Аркадий Агапов основательно с цифрами и сравнительной аналитикой рассказывал, сколько установлено площадок, какие соответствуют Санпинам и какие не совсем, сколько единиц специальной техники ежедневно выходит в рейс, чтобы город не захлебнулся в собственных отходах. Цифры впечатляют и говорят сами за себя. Добавить сюда же ближайшие сельские районы, которые тоже вывозят мусор на магнитогорский полигон. Картина получается монументальная, но противоречивая. Большой поток вопросов докладчику, лишнее тому подтверждение. Особый акцент на взаимодействии или отсутствии такового между ЦКС и управляющими компаниями. Проблемы управляющей компанией, отсутствия взаимодействия. Управляющая компания пионер, логист и курс, вот вы три из них. Это наиболее отъявленные такие товарищи, которые с вами не взаимодействуют. У них грязь на площадках, они не убирают, не следят за площадкой. Земля вместо асфальта. В чем отсутствует взаимодействие с ними? Ну, практически любые какие-то попытки взаимодействия с управляющими компаниями. По наведению порядка, по отделению ТКО от иных отходов на площадках под ККО. Работа с жителями на предмет исключения складирования твердых коммунальных отходов не в контейнера, а на площадках. То есть мы натыкаемся просто на стену недопонимания. Такая ситуация, продолжал докладчик, возникает из-за незнания или нежелания знать, что создание и содержание мусорных площадок – это прерогатива управляек. За ЦКС приобретение контейнеров, вывоз отходов и соблюдение графика этого вывоза. Плюс подбор упавшего во время погрузки. Проблема есть, и она серьезная, но не тупиковая. Какие-то задачи уже решены, другие в стадии решения. Большие надежды в этом контексте возлагаются на полигон. Полноценный запуск которого – вопрос ближайших месяцев. Имеет место быть сортировочная станция, которая как раз и будет сортировать отходы по степени возможной повторной реализации использованной, и часть, которая будет захорамиваться. То есть попадая на площадку, это сначала весь наш мусор с вами будет сортироваться. Участники обсуждения были единодушны. Системный и комплексный подход к сбору и утилизации мусора. Это не только чистота во дворах, хотя и это важно. Это прежде всего экологично, не растет и не горит свалка. Это еще и прибыльно, что значит новые контейнеры, площадки и спецтехника. Я бы оценил в городе Магнитогорске на твердую четверочку работу компании ЦКС, потому что есть критерии, как количество невывезенных площадок в ежедневном формате, количество поступающих жалоб от жителей. Поэтому оценивая динамику этих показателей, я бы сказал, что твердая четверка, потому что динамика снижается. Игорь Гурьянов, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Это время местное событие недели. Их главная цель – познакомиться с социальной ответственностью бизнеса Магнитогорского металлургического комбината. Депутаты Комитета по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области провели выездное заседание в городе Металлургов. Гости посетили объекты социальной сферы ММК, изучили опыт предприятия в плане промышленного туризма. ММК – социально ориентированное предприятие «Комбинат» активно участвует в развитии инфраструктуры города и прилегающих районов, объектов культуры и спорта, оказывает поддержку общественным объединениям, проводит магнитогорские культурные и спортивные мероприятия. Развитие территории присутствия и социальная ответственность перед своими работниками – главные приоритеты металлургического предприятия. Если брать 2021 год, то наши расходы на социальные вещи в городе составили порядка 1 миллиард 200 миллионов. Мы понимаем, что это деньги не себестоимость, это деньги прибыльные, и комбинат, зарабатывая деньги, часть своей прибыли инвестировал в город. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области ознакомились с нюансами социальной ответственности Меткомбината из первых уст. Для группы компаний, конечно, коллективный договор по ММК является таким определяющим и ориентиром, потому что все дочки стремятся к качественным показателям, которые зафиксированы колдогами именно по ММК. Обсудив важные рабочие моменты с представителями ММК, делегация Законодательного собрания отправилась на экскурсию по металлургическому гиганту. Можно показать тот труд, который приносит те доходы, которые можно инвестировать в социальную ответственность. Две показательные экскурсии, там 5 тысяч доминицы, один из основных переделов. Это маленькая толика всех переделов Магнитогорского медкомбината. Такое огромное предприятие в стране, которое смогло перестроиться, модернизироваться и параллельно с основным производством модернизация социальной сферы. Это очень важно, это большой пример не только для Челябинской области, это пример для всей страны. Гости города отметили чистоту и порядок на предприятии и его прилегающей территории, а сам процесс производства вызвал у них неподдельный восторг. О нюансах работы толстолистового стана 5 тысяч они засыпали экскурсовода вопросами. Сам стан был запущен в 2009 году и за время своего существования произвел уже порядка 12 миллионов тонн продукции. Гости признались, давно хотели своими глазами посмотреть, как закаляется сталь в Магнитогорске. Поразились масштабом автоматизации производства. Хочу отметить, что это уникальное производство, недаром о нем говорят во всем мире. Таких производств уникальных, я имею в виду, стан 5 тысяч, насчитывает всего около 12. Но я посмотрел, впечатлился масштабами, действительно предприятием, то, которое занимает ведущее положение металлургической области нашей страны, не только страны, но и мира. В проекте «Социальный маршрут экскурсии на ММК» приняли участие уже более 17 тысяч туристов. Комбинат постоянно развивает это направление. Продвигая промтуризм, городообразующее предприятие «Магнитогорска» выполняет важную социальную миссию. Не только популяризирует металлургические профессии, но и укрепляет бренд ММК как центра отечественной индустрии. Доминый цех встретил делегацию депутатов Законодательного собрания области новой порции плавки. То есть, примерно так печь работает. Час накапливает расклад, час выдает. Из двух часов один час печь выдает расклад. За это время печь даст порядка 300 тонн чугуна. Финансируя социальные программы и оказывая разного рода поддержку своим работникам, ПАО «ММК» в долгосрочной перспективе создает надежную основу для дальнейшего развития Магнитогорска и всего Уральского региона. После посещения промплощадки экскурсия продолжилась на объектах социальной сферы металлургического комбината. Депутаты областного парламента побывали в загородном детском лагере «Уральские зори» и санатории «Юбилейный». Так просто на территорию «Уральских зорей» не попасть. Гостям предложили пройти дезинфекцию и термометрию. Нововведение появилось здесь с ковидных времен. Дальше интереснее. Депутатов поразило разнообразие спортивных площадок. А как же иначе? Ведь школьники здесь не только весело проводят каникулы, но и приезжают в составе спортивных секций. Этот заезд собрал не только спортсменов, но и любителей двигаться под музыку. В разгаре танцевальная смена. Гостям показали уютные корпуса и комнаты, в которых живут дети, а также лечебный корпус. Депутаты заглянули в соляную пещеру и угостились кислородным коктейлем. Это очень полезно. Особенно сейчас, когда ковид, это постковид, кислород нужен организму. Узу, ну мало. Вы можем добавить? Сегодня «Уральские зори» принимают гостей со всей страны. Но большинство отдыхающих – магнитогорцы. Работники ММК приобретают путевки с хорошей скидкой. Здесь я хочу сказать, что это яркий пример для всех остальных, как нужно относиться к своим детям, для того, чтобы они вырастали здоровыми и счастливыми. И спортивные площадки, и подогреваемый открытый бассейн, и новое строительство функциональных досуговых зон. И даже сегодня мы в детских лагерях увидели Сан-Антоно-курортный корпус. Я считаю, что то, что мы сегодня увидели, мы, безусловно, будем транслировать и на уровне законодательного собрания, и в межпарламентских дискуссиях. Следующий пункт программы – санаторий юбилейный. Сегодня он может принять до тысячи отдыхающих. Среди гостей – работники комбината и люди со всей страны. По словам директора Егора Кожаева, отдыхающих привлекает не только роскошная уральская природа и красивейшее озеро, но и современная инфраструктура, которую постоянно обновляют. Сегодня ведутся работы в клубе. Преобразился и кинозал. Здесь полностью все, как положено по системам безопасности. Здесь полностью все, как положено в части света, в части звука. Нам буквально здесь осталось неделю, будут установлены кресла, и все будет запущено. То есть современные технологии, что немаловажно сейчас у вас, используются здесь? Я про экран, про звук. Участники выездного мероприятия отметили уникальный опыт ММК по развитию социальной сферы. Сегодня мы гостям рассказали сначала вообще структуру социальной политики комбината. Она остается неизменна. Основные направления – это и ветераны, это работники, ну и территория присутствия, то есть социальная политика, которая направлена по отношению к городу, в котором мы с вами все живем. Депутаты законодательного собрания отметили, несмотря на то, что ММК, как и другие крупные предприятия региона, сегодня переживают нелегкие времена, социальные программы, все скидки на отдых и оздоровление сотрудников и их семей здесь сегодня сохранены. А опыт, накопленный комбинатом по развитию социальной сферы, должен использоваться крупными промышленными компаниями области. Юлия Черешнева, Виктор Саев, телекомпания ТВИН. В Магнитогорске на этой неделе прошла третья международная конференция по программной роботизации ProConnect. Перезагрузка. Участниками форума стали около ста представителей компаний различных сфер деятельности. Гости смогли не только обсудить новые реалии применения технологий роботизированной автоматизации процессов, но и совершить экскурсию на комбинат. Их провели по самому зрелищному маршруту, который дал возможность воочию увидеть красоту горячего металла, а также понять, какие люди работают на производстве. Конференция получилась настолько насыщенной, что обсуждение поднятых на не тем продолжалось даже на промплощадке комбината. Ведь участникам форума представили не только богатый опыт использования практик программной роботизации, но и их способы миграции на российские платформы, что весьма актуальным является для всех. Слушайте, из металлургов, мне кажется, вы впереди планеты благодаря Нексту. Ну то есть вот ребята из Нексту, они просто фанаты своего дела, да, и вот по ним равняются многие. То есть приезжают из Норникеля, из Евраза, и в принципе они в догоняющих. Они как бы догоняют магнитку, потому что ребята из Нексту, они просто фантастические. Я, собственно говоря, был просто поражен тем количеством роботов, которые уже внедрены, которые работают, и сейчас в существующих реалиях было очень важно и очень полезен был опыт их импортозамещения, над которым они сейчас работают и приносят уже хорошие результаты. Это просто впечатляет. Не менее впечатляющей оказалась и поездка на Магнитогорский металлургический комбинат. Многие из гостей давно мечтали побывать на производстве, поэтому провести их решили по самому знаменитому маршруту ММК «Укращение огня», который включает в себя посещение доминого цеха и уникального прокатного стана 5000. Так как наше производство очень объемное, и чтобы полностью его посетить, требуется очень много времени, мы выбираем, как правило, наиболее зрелищные производства, которые могут дать представление человеку далекому от металлургического производства. Такое яркое впечатление оставить о том, что красиво, что это красиво, что это красота горячего металла, что это мужественные профессиональные люди, которые там работают. Посетив стан 5000, гости узнали, что первый в России комплекс по производству толсто-листового проката был запущен именно на Магнитогорском металлургическом комбинате. Это самый мощный в мире прокатный стан, а под крышей цеха, где он располагается, могло бы разместиться 20 футбольных полей. Впечатлила гостей и глобальная автоматизация этого металлургического гиганта, который управляется при помощи нескольких кнопок и джойстика. Сильные впечатления гости ждали и от доминого цеха, где смогли увидеть самый зрелищный момент плавки – выпуск чугуна. Когда мы увидим, как люди длинной пикой протыкают отверстия в доминой печи, как это когда-то показывали в кино «Весна на Заречной улице». Когда-то был такой советский фильм, многие его видели, и у них по-прежнему представление, что это именно так происходит. Хотя это уже 40 лет как не так. Действительно, модернизация коснулась доминого цеха. На литейных дворах давно уже установлены современные гидравлические горновые машины и организована система закрытых желобов. Однако красота самого процесса от этого меньше не стала. Удивительно, насколько большой комбинат. Я была поражена, это будто бы целый город. Здесь я наконец-то увидела, как производится металл, чугун. Это буквально как детские игры «Майнкрафт» или «Роблокс». Что впечатляет больше всего? Масштаб, масштаб всего этого комбината, труд людей, которые все это строили, которые здесь работают прямо сейчас. Это просто колоссальный труд, усилие, восхищенное этими людьми. Очень впечатляет. Словом, и впечатлений, и вопросов у гостей после этой экскурсии было немало. И многие сошлись на том, что обязательно хотят сюда вернуться хотя бы еще раз. Магнитка – это просто история. Я считаю, каждый житель страны должен здесь побывать и посмотреть своими глазами то, как ковалась наша металлургия. Это, по сути, сердце страны металлургическое. Пока одни отдыхают, другие зарабатывают на мечту. В Магнитогорске продолжается кампания по трудоустройству подростков на летний период. Работой планируют обеспечить около 950 школьников в возрасте от 14 до 18 лет. На какую сумму может рассчитывать подросток, какой род деятельности предлагают молодежи и что необходимо, чтобы трудоустроиться. На центральном стадионе кипит работа. Молодые люди приводят в порядок трибуны. Протирают кресла, подметают в сектора, полют траву. Руслан Абдурахманов окончил 9 класс. В августе собирается отдохнуть в загородном комплексе. А пока решил заработать денег, чтобы осуществить свою давнюю мечту. Я решил трудоустроиться, потому что я коплю на немецкую овчарку. И я хотел подзаработать, чтобы накопить на собаку. Последовать примеру Руслана может каждый подросток в возрасте от 14 до 18 лет. Главное – желание, говорят специалисты. Также отсутствие медицинских противопоказаний, наличие прививки против крещевого энцефалита для работы по благоустройству. Расчет заработной платы исходит из количества отработанного времени, согласно утвержденным минимальным размерам оплаты труда. Также несовершеннолетнему предоставляется материальная поддержка от центра занятости населения. В среднем учреждения трудоустраивают на 9-10 дней. В среднем это около 7 тысяч рублей. Фронт работ различный. Благоустройство территории, озеленение, уборка и поддержание порядка, а также работа с документами, не содержащими персональные данные. Школьница Анастасия Косенко трудится в детском саду. Свои первые заработанные деньги планируют откладывать на учебу в УЗИ. Поступать будет в следующем году. Я занимаюсь облагораживанием цветов, газонов, поливаю песок, когда это нужно. В принципе, слежу за чистотой на территории, помогаю работникам садика. Рабочий день зависит от возраста школьника и регламентируется трудовым законодательством. Перед тем, как на работу им выходить, мы ежедневно проходим территорию, осматриваем, проводим обязательно инструктаж по охране труда, и только лишь потом мы даем допуск на территорию. Они нам очень помогают. Мы рады, что они у нас. Мы каждый год их ждем. Желающие временно трудоустроиться могут обратиться в Центр занятости настеления либо в отдел по делам несовершеннолетних администрации города. Там подробно расскажут про условия трудоустройства. Ольга Аникина, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИ. А вот что грозит несовершеннолетним и работодателю в случае неисполнения трудового договора, рассказали в прокуратуре Ленинского района. Отметили, подростку нельзя поручать работу, связанную с вредными и опасными условиями труда. Продолжительность ежедневной работы не должна превышать 7 часов. А может быть и меньше. Все зависит от возраста юного работника. На время трудоустройства с несовершеннолетним работником заключается договор. Согласие родителя и органа опеки и попечительства. В кадровую службу школьник должен представить необходимые документы. Согласно трудовому законодательству, оплата труда производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. В случае причинения ущерба работодателю несовершеннолетний работник несет материальную ответственность. Наказание последует и работодателю, если он нарушит трудовое законодательство. За неисполнение требований трудового законодательства предусмотрена административная ответственность по статье 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации с назначением наказания в виде административного штрафа на должностных лиц и на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, без образования юридического лица в размере от 1 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Временная занятость поможет подросткам получить профессиональные навыки, адаптироваться к трудовой деятельности во время летних каникул, заработать деньги на карманные расходы, а также стать ответственными и целеустремленными, отмечают в прокуратуре. К другим темам нашего обзора. Минувшие выходные в Магнитогорске не обошлись без дорожно-транспортных происшествий. Одна из серьезных аварий произошла на проспекте Ленина. Пострадали два человека – пассажир и водитель, который чудом остался жив. 35 дорожно-транспортных происшествий. Из них три ДТП с пострадавшими. Такова статистика ГИБДД за минувшие выходные. В первом случае пострадал мотоциклист. 23-летний водитель двухколесного транспорта получил телесные повреждения в результате столкновения с иномаркой. 69-летний водитель, управляв автомобилем Сузуки, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту, ехавшему во встречном направлении. Инцидент произошел в районе дома 101 по улице Магнитной 25 июня в разгар дня. В этот же день, только около 9 часов вечера, произошло другое ДТП. Водитель ВАЗа двигался от Завинягина в сторону Столиваров. Во время движения у автомобиля отпало переднее левое колесо, в результате чего произошло столкновение с движущейся в попутном направлении Шкодой. От удара иномарка вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с Киа. В результате ДТП Киа превратилась в груду железа. Удар пришелся на левую сторону автомобиля. Водитель чудом остался жив. В настоящее время мужчина находится в больнице под наблюдением врача. Удар был настолько сильный, что очень сильно меня потрясло. Был сознание, сработали подушки безопасности. Похоже, это меня и спасло. В результате получил ссадины на руке, на лице от сработавших подушек безопасности. Перелом на нижней части ноги, на топе и уши в бочке. Небольшое сотрясение мозга. Также в аварии пострадала и 60-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении в Шкоде. Она также была доставлена в медучреждение. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. В отношении водителя автомобиля ВАЗ-2106 сотрудниками госавтоинспекции составлено постановление по делу об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Управление транспортным средством при наличии неисправности или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. В другом ДТП пострадал 19-летний пешеход. В районе дома 24 по улице Шишки на него наехала Митсубиси. По информации ГИБДД, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и без полиса ОСАГО. Ольга Аникина, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИ. И в продолжение дорожной тематики. В России хотят ввести госпошлину на тюнинг автомобиля. Предполагается, что ее начнут взимать с января 2023 года. Соответствующий закон принят Государственной Думой в третьем чтении. Как изменят эту ситуацию на дорогах, покажет время. Пока же водители охотно тонируют автостекла, а некоторые с нарушениями. В один из рейдов с инспекторами ГИБДД отправилась наша съемочная группа. Проспект Ленина – площадь торжеств. Инспекторы ГИБДД останавливают водителей. В основном, внимание сотрудников привлекают автомобили с тонированными стеклами. Тонируете автомобиль? Конечно. Почему? От солнечных лучей защищает. Согласно правилам, автомобилистам разрешена любая тонировка задних стекол автомобиля. На ветровое тоже можно наклеить пленку, но только так, чтобы светопропускаемость автостекла была не менее 70%. В данном случае светопропускаемость составляет 56%. Норма, согласно техническому регламенту от допуска транспортного средства, составляет не менее 70%. В данном случае является нарушением. По словам инспекторов, плотная пленка на стеклах значительно затрудняет обзор дороги в ночное время. А это небезопасно и может привести к возникновению аварий. Ежедневно инспекторы организуют проверки на дорогах, чтобы выявить водителей, которые не соблюдают правила тонировки. И каждый раз без нарушений не обходится. Только за это треть сотрудники госавтоинспекции выявили 20 фактов. Сотрудниками госавтоинспекции составляется постановление об административном правонарушении в соответствии с частью 12.5, часть 3, прим. 1. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. Управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. За данное правонарушение предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей. Также в случае отсутствия возможности у водителя на месте устранить технеисправность, водителю вручается требование, в соответствии с которым он должен в течение суток устранить данное нарушение и предоставить автомобиль подразделение госавтоинспекции. Со следующего года автомобилистов ждет ряд изменений. Так, с января 2023-го хотят ввести госпошлину за тюнинг автомобиля в размере 1000 рублей. Соответствующий закон подписал президент страны. Ольга Аникина, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. Культура в событиях. Гостем Магнитогоска стал известный писатель Евгений Водолазкин. Роман питерского литератора «Лавр» лег в основу одноименного спектакля, который с успехом дает театр драмы в этом сезоне. Впечатления от просмотра и города в нашем сюжете. Его учителем был академик Дмитрий Сергеевич Ильхачев. Он написал текст для тотального диктанта, и у него нет райдера. В 2013 году Евгений Водолазкин стал лауреатом сразу двух престижных литературных премий. Глянцевые журналы стоят в очередь, чтобы записать с ним интервью. Но парадокс в том, что имя модного писателя Евгения Германовича Водолазкина в публике «Магнитогорская малоизвестная». И спасибо режиссеру театра имени Пушкина Алексею Ватякову за смелость рискнуть и поставить на сцене роман Водолазкина «Лавр». Я в нем как-то немножко уверен, потому что он уже прошел через определенный этап рождения. У него был период вот этого болтания и шатания, когда он совсем ребенок и зависит от многих обстоятельств. Я надеюсь, что сейчас уже этот организм такой окрепший, и его будет быстрее показать Артуре. Как звучит роман «Житие» на сцене нашей драмы? Это и есть основная цель визита известного литератора в «Магнитку». Надо сказать, что в городе Металлургов постановку принимают на ура. Философский четырехчасовой спектакль проходит при полных залах. А в мае этого года постановка была заявлена на участие в конкурсе на соискание национальной театральной премии «Золотая маска». Но рандеву автора романа и спектакля было вечером. А днем ранее Евгений Германович знакомился с городом и жителями. У нас была большая прогулка. Мы прошли по берегу, туда достаточно далеко за памятник. И было, знаете, так удивительно. Даже при этом особенном свете мы увидели, как здорово сделано все. Какая набережная прекрасная. Там вот эти замечательные деревянные мостки, по которым мы шли. Вот очень чувствую стиля все сделано. А позже было действо, которое буквально потрясло автора романа. В этот вечер, кажется, все сошлось в одно. Игра актеров, атмосфера в зале. Каждая деталь работала. Это было прекрасно. Позже поделился впечатлениями гость. Удивительный спектакль. Здесь вместе с высочайшим искусством было еще какое-то воодушевление, если цитировать его дословно. Мы делали историю все-таки про любовь. Даже несмотря на то, что все это с таким религиозным антуражем, но это все не важно. Важна просто любовь в этой истории, которую он просто пронес через всю жизнь. И это вот самое потрясающее. Прекрасно, что в нашем городе есть мощный металлургический комбинат, красивые парки, ровные дороги и зеленые набережные. Но не менее ценно, что культурное пространство города тоже обретает свою четкую и устойчивую конструкцию. Такие глубокие встречи, спектакли, как лакмусовая бумажка, позволяют это увидеть. Елена Ткач, Олег Карпенко, Александр Макаров, телекомпания ТВИ. На этой неделе компания Евросервис продолжила расширение социальных пакетов. Они направлены как на смягчение финансового времени при организации похорон, так и на более удобный сервис для тех, кто хочет благоустроить захоронение близкого человека. К интернет-заявкам и очным визитам добавилась новая опция. Достаточно одного телефонного звонка, и специалисты Евросервиса приедут на дом к заказчику с эскизами, вариантами и существенным пакетом скидок на благоустроительные работы. Как это работает? В свое время в Евросервисе была разработана целая программа по освоению интернет-пространства. Онлайн-заказы на благоустройство, сетевой магазин сопутствующих товаров, поисковая система, наконец. Анализируя поток обращений, в компании пришли к выводу. Очень много людей не то чтобы скептически относятся к дистанционному сервису, а попросту не умеют пользоваться интернетом. Специально для них был разработан отдельный проект, дополняющий целый спектр социальных инициатив ритуальной компании. Те, кто не совсем дружат с интернетом, например, люди преклонного возраста или по каким-то другим причинам нет интернета, им хотелось бы, чтобы кто-то приехал к ним домой. Наш специалист может проехать на дом. Предварительно мы принимаем звонок от клиента. Клиент нам называет фамилию, имя, отчество умершего. Мы находим это захоронение, даем какие-то свои рекомендации по благоустройству. Клиент нам, в свою очередь, нас ориентирует, что хочет он. И согласно вот этим вот всем моментам уже приезжаем на дом с готовым решением. В Евросервисе в последнюю очередь идут на повышение ценника. Прекрасно понимаю, что у людей очень разные доходы. Продолжает действовать скидочная до 50% программа при заказе памятника, в том числе в 3D-формате. К существенной экономии приведет и заказ новой ограды по принципу трейд-ин. Здесь кованая или полукованная ограда обойдется по цене простой. Мы уже говорили, что грамотный системно выстроенный бизнес позволяет компании развивать и социальную, и духовную сферы. Это видно и в тиши залов прощания, заметим, много конфессиональных, и в грохоте строительной техники на площадке Евросервиса. Возведение православного храма на территории компании выходит на новый этап. Закладывается фундамент, и уже стало известно, как новый храм будет называться – Всех Святых. Инициатор возведения храма Евгений Могулевцев считает, что имя храма так же важно, как и имя человека. Каждому человеку при крещении дается имя святого, которого он носит всю жизнь, когда его крестят. Параллель какая, что этот святой ведет человека по жизни. Когда имя дается храму, храм олицетворяет свое назначение. В этом храме будут проходить все службы, и это будет полноценный храм, который будет служить, в котором будет служить священник, и будет проходиться также литургия по воскресеньям, и все службы, которые установлены нашей православной церковью. Новый храм Всех Святых будет выглядеть вот так. Построен он будет из кирпичиков, на которые нанесено имя умершего и похороненного через компанию. Стройка идет без обральной суеты. Как раз тот случай, когда поспешать надо медленно. Со сроками сдачи объекта тоже не спешат, понимая, что человек предполагает, а Господь располагает. Но и затягивать строительство на годы не входит в планы Евросервиса. Игорь Гурьянов, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. Ярко, громко, зрелищно, рискованно и раскованно. Все это Мотокросс. Подробности через пару секунд. Рев моторов, крутые виражи и полный драйв. В Магнитогорске состоялся первый этап первенства и чемпионата России по Суперкроссу. Зрелищные соревнования объединили около 80 мотогонщиков из разных уголков страны. С некоторыми из них познакомилась наша съемочная группа. Это не просто соревнования, а настоящий спортивный праздник. Рев моторов со стадиона доносится в течение всего дня. Здесь проходит первый этап первенства чемпионата России по Суперкроссу. Одному из самых захватывающих и экстремальных видов спорта. И по традиции официальное открытие. Рад приветствовать вас здесь на этом потрясающем соревновании, на этом потрясающем событии. Вы знаете, я абсолютно уверен в том, что когда соединяются несколько организаций, ну или как бы несколько людей, всегда происходят хорошие и большие дела. Город, комбинат, мотоклуб. И по большому счету, смотрите, у нас прекрасный старт, прекрасные условия для того, чтобы мы проводили соревнования. Позвольте вас всех поздравить от лица руководства Магнитогорского металлургического комбината, от себя лично с этим праздником. Пожелать спортсменам удачи, конечно, без травм, но и пускай победит сильнейший. Комбинат, это флагман металлургии, был Советского Союза, России. Комбинат живет, живет и Магнитогорск. Комбинат живет, комбинат трудится, живет и мотокросс. Пусть комбинат процветает, пусть магнитка процветает и пусть на этом фоне процветает и Магнитогорский мотокросс. Всех с праздником! Право поднять российский флаг предоставили именитому спортсмену, постоянному участнику мировых чемпионатов Севолу Добролякову и победителю прошлогоднего этапа, Магнитогорскому спортсмену Артуру Ахмадееву. Ну а дальше начинается все самое интересное. Яркое зрелище ждет болельщиков уже на трассе. Первыми стартовали спортсмены на мотоциклах мощностью 250 кубических сантиметров. Уже с первых секунд вперед вырывается Всеволод Броляков. Он лидирует на протяжении всего заезда и с явным преимуществом становится победителем. Я в форму не хотелось марать сильно. Выиграл старт и уверенно держал позиции, работал уже над своей техникой. Продолжал, пытался сделать максимально большой отрыв, который, возможно, мне на будущее тренироваться тоже надо. Мотоспортсмены соревнуются на трассе длиной 1720 метров и шириной 10 метров. Здесь, на Тургенево, она появилась не так давно, благодаря усилиям администрации города и комбината. И сегодня трек соответствует мировым стандартам и подходит для проведения соревнований высокого уровня. Были времена серьезные, когда фотокросс ждали испытания. И Магнитогорский металлогический комбинат поддержал фотокросс города Магнитогорска. Виктор Петрович Коржов, который является бессменным патриархом данного вида спорта в нашем области. И с тех пор мы поддерживаем данное направление. Начали готовиться мы с прошлого года. Сейчас вот у нас появились у зрителей здесь фан-барьеры. Поменяли здесь зону зрительскую, заезд мотокроссмена, финиш поменяли. То есть привели все это мероприятие по требованиям спортивных мероприятий по мотокроссу. Не менее зрелищными стали заезды в классах 125 и 85 кубических сантиметров. По итогам двух выступлений определились победители. Магнитогорских спортсменов на пьедестале не оказалось. Но у них еще будет возможность проявить свое мастерство и побороться за медали. Впереди еще несколько этапов. Подробный видеоотчет о проведении стартового этапа смотрите в ближайшее время в эфире ТВИ. Ольга Аникина, Алексей Башин, телекомпания ТВИ. И на этом наш выпуск завершен, как и первый месяц лета. Есть все основания предполагать, что июль будет не менее богат на важные события и будет потеплее. Наверное. Как бы то ни было. Увидимся там же. Время местное. Субтитры создавал DimaTorzok